О книгах и чтении детям и взрослым. Одной из площадок Китовраза станут палаты. В музейном центре Владимирсутельский музей-заповедник проведет для Владимирца встречи с известными писателями Марией Залеской и Ириной Андриановой, мастер-классы по составлению домашней библиотеки и реставрации книг. Также гости музея смогут увидеть рукописи Татьяны Поляковой. Их представят на выставке книги, рожденные во Владимире. Первая часть – это книги, которые впервые вообще были изданы на Владимирской земле. Книги конца 18-го, начала 19-го века издательства Пономаревых. И сегодня с ними можно ознакомиться на этой выставке. Вторая часть – это также уникальные книги советского Владимирского издательства, которая, к сожалению, закрылась в 60-х, 70-х годах, но до этого оно издавало книги. А основные события фестиваля будут происходить во Владимирской областной научной библиотеке. Здесь владимирцы смогут встретиться с писателями, поэтами, художниками и иллюстраторами из Владимирской области, поучаствовать в квестах и мастер-классах. Состоится и профессиональная программа, в том числе круглые столы для библиотекарей и для молодых предпринимателей. Куприянов, известный, в общем-то, как создатель первого книжного частного магазина в Москве. И, значит, он будет у нас гостем нашего фестиваля и будет круглый стол под названием «Как открыть частный книжный магазин». Встретиться владимирцы смогут и с детскими писателями. Программу для детей и подростков подготовила областная библиотека для детей и молодежи. Для новых гостей фестиваля проведут квесты и квизы, а также презентации книг и творческие встречи. Среди гостей как те, кто уже неоднократно бывал во Владимире, так и новые лица. Нам не удавалось до этого момента пригласить во Владимир Анастасию Орлову. Теперь она приезжает. Анастасия Орлова тоже очень известный детский писатель. Она главный редактор издастельского дома Анастасии Орловой. И она представит нам книгу «Путь к звездам», где на детском языке для ребят рассказано о космонавтах, которые побывали в космосе. Всего в программе фестиваля 81 мероприятие. Продолжаться они будут с утра до вечера. На первом фестивале владимирцы смогут сразиться в чтении слух, на чемпионате «Открой рот», а поэты поборются за звание лучшего в поэтическом слэме. В этом году такой фестиваль проводят впервые, но в дальнейшем его планируют сделать ежегодным. Нам бы очень хотелось расширять его вплоть до наших небольших городов и сельских поселений, включать в него активнее модельные библиотеки. Поэтому в том числе обсуждаем с Михаилом и Татьяной Васильевной такую некую программу, происходящую в течение года. Условно мы ее называем «Китовраз» круглый год. При этом на «Китовразе» будут обеспечены все меры безопасности, в том числе масочный режим и социальные дистанции. А гости старше 18 лет смогут посетить его только с QR-кодом, полученным после перенесенного ковида или вакцинации. Анна Столярова, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».